Здравствуйте! На портале Кзагет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня в рамках бесед о трудных местах Библии мы с вами прочитаем 9 стих 24 главы книги Второзакония. Это молитва, которую повторяют благочестивые иудеи каждый день, и тем интереснее она для нас, христиан. «Помни о том, что сделал Господь, Бог твой, с Мириам по дороге, когда ты выходил из Египта». И, конечно, это предостережение очень интригует наше воображение. Мы хотим знать, что же случилось и о чем ни в коем случае нельзя забывать. Настолько, что благочестивые иудеи каждый день повторяют это напоминание, но оно тем более актуально и является грозным напоминанием для нас, христиан, потому что мы живем в Новом Завете. И в книге «Чисел» в начале 12 главы рассказывается о том, что между Аароном и Мириам, между братом и сестрой, происходит какой-то разговор. И разговор происходит из-за женщины, которая является потомком эфиопов. Мириам и Араон порицали Моисея за жену Кушитку, потому что он женился на женщине из Эфиопии. И они говорили, разве Господь, Бог, говорил только с Моисеем, разве Он не говорил и с нами? И Господь услышал это. И в 10 стихе 12 главы книги «Чисел» говорится о том, что Мириам была наказана за это злословие. Она стала прокаженной, как будто покрытой снегом. И существует очень много толкований того, что же могло произойти и какая история предшествует этому. Ну, прежде всего, возникает впечатление, что происходит какое-то злословие. И вот почему любая клевета, любые сплетни, они разрушают и, в конце концов, приводят к какой-то катастрофе. И как знак этого проклятия, грозного предостережения со стороны Бога, проказа, которое постигла Мириам. Вроде бы они с братом ничего агрессивного и злого не говорят. Они делятся между собой каким-то известием. И существует предание о том, что Мириам, пользуясь доверительным отношением жены Моисея, Сепфоры, узнает о том, что в какой-то момент Моисей для того, чтобы всегда пребывать в сиянии божественного присутствия, чтобы быть пророком, каким его хочет Бог, чтобы всецело себя посвятить этому служению, в какой-то момент перестает исполнять свои супружеские обязательства. Он как будто отдаляется от своей супруги. И это вызывает смущение у Мириам. Она настолько буквально понимает самую первую заповедь, данную Адаму и Еве, о том, что муж и жена должны стать единой плотью. И поэтому, даже если ты пророк, поэтому возникает вопрос, разве и мы тоже не пророки? И Мириам возмущена тем, что Моисей ради своего религиозного служения оставляет свой долг мужа и главы семьи. И вроде бы Мириам ничего обидного не говорит, но Господь это услышал, хотя они это говорили шепотом между собой. И это остается как грозное предупреждение о том, что любое злословие, даже если оно не произносится каким-то злым умыслом, может иметь далеко идущие последствия. И эта заповедь связана еще и с другой заповедью, заповедью любви, о том, что любить нужно ближнего своего брата, своего как самого себя. Ты же не будешь в здравом уме и со спокойной совестью злословить самого себя. Точно так же не нужно и засловить твоего брата. Более того, всегда существует опасность, как только ты начинаешь говорить что-то сомнительное о твоем самом ближнем человеке, неизменно это приведет к тому, что ты будешь с ненавистью относиться к чужим. И здесь мы пересекаемся с другой очень важной заповедью, которая свидетельствует о высоком гуманизме того законодательства, которое народ Божий получает от Бога. Господь предписывает с уважением относиться к иностранцам, к пришельцам, потому что нужно никогда не забывать о том, что ты сам когда-то был пришельцем и чужестранцем в земле египетской, и поэтому ты будешь с милосердием относиться ко всем пришельцам. Поэтому нельзя злословить дальних, нельзя злословить чужих представителей других народов, потому что рано или поздно злословие чужих, ты начинаешь злословить и самих себя. И это разрушает все. И это разрушает самые основы, на которых строится единство народа. И даже такие великие персонажи Ветхого Завета, как Мириам и Аарон, получают грозное предостережение. Мириам, который Моисей обязан тем, что он однажды спасла ему жизнь, и эта великая женщина, тем не менее, она должна исполнять это предписание любви и уважения к слабостям других. Существует предание о том, что речь идет о какой-то первой жене Моисея или его второй жене, хотя в Священном Писании нигде не говорится, что он был несколько раз женат. Мы знаем, что его единственной женой была Сепфора. Но Сепфора, она из племени Мадеонитов, и она потомок Авраама от его второй жены Хитуры. А Эфиопы, они чернокожие, они потомки Хама, сына Ноя. И поэтому возникает вопрос, это та же самая женщина или какая-то другая? И существует легенда о том, что в какой-то момент своей жизни Моисей правит в Эфиопии в течение многих-многих лет, и там берет себе в жены эфиопианку, но он никогда с ней не жил, как муж и жена, и поэтому не могло быть никаких вопросов, связанных с этим. Другое предание говорит о том, что была ситуация, когда Сепфора слышит о том, что Эльдат и Мейдат пророчествуют в стане среди народа. И услышав то, что есть другие сыновья Израиля, которые себя посвящают пророческому служению, она якобы произносит такие слова. Вот как Мириам могла узнать о том, что произошло, и поэтому рассказала о Аарону. И без всякого злого умысла она тем самым оскорбила достоинство своего брата, и за это была наказана. Указание на то, что эта женщина была кушитка, кушит – это название народа Эфиопа, имеет символическое значение, потому что буквы, которые составляют это слово, имеют цифровое значение. Если их сложить вместе, то мы получаем такое выражение – она была прекрасна внешностью. И становится понятно, что все в стане восхищаются ее красотой, и поэтому не может быть никаких разногласий, что она прекрасна. Но тема злословия здесь отравляет все. И пусть эти слова для каждого из нас станут таким грозным предупреждением и одновременно словами утешения в тот момент, когда нам захочется сказать что-то недоброе, сомнительное, неуважительное о самых ближних, но и о дальних тоже. На портале Экзегиатру с вами был Протерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерий Дмитрий Сезоненко